Как важно донести современной молодежи традиционные ценности и открыть великий дар православной веры. Особенно сейчас, когда молодые люди находятся под сильным влиянием современного информационного потока. С этой целью, по благословению митрополита Екатеринодарского и Кубанского Василия и по приглашению руководства учебного заведения, руководитель отдела религиозного образования и катехизации, протерей Александр Игнатов, встретился со студентами Ладожского многопрофильного техникума. В ходе духовно-просветительской беседы отец Александр поговорил с ребятами о вере, о Боге и о душе. Бог есть, и Он каждому воздает по Его делам, награждает, укрепляет, благословляет верных Ему, то есть верных Его заповедям, которые помнят, что Бог есть, и Он оставил для нас общий человеческий закон. Батюшка рассказал участникам о стремлении души человека к Богу на примере темы веры в жизни Фёдора Михайловича Достоевского и о её поиске героями романов писателя. Отец Александр представил участникам мероприятия точную фоксимильную копию книги Евангелия, с которой писатель не расставался от каторги и до последних дней своей жизни. Он напишет удивительные произведения, как раз прочитав эту святую книгу, которая откроет ему мир веры. Без этой книги Фёдор Михайлович непонятен, его нельзя понять. Знакомство с личностью и творчеством Фёдора Михайловича Достоевского продолжилось просмотром отрывков из кинофильмов по произведениям писателя. Самое главное, без чего жить нельзя. Нельзя. Есть Бог. Есть. Батюшка пожелал, чтобы у каждого из ребят душа так же стремилась к Богу, как стремилась душа этого русского писателя. Вот почувствуйте эту радость веры. Это радость веры, потому что без веры там только мрак души человеческой. Помните, вот это всё пройдено. Почему раскольников всё это? Потому что в церковь не ходил, Богу не молился и Евангелие не читал. Вот зато уже и старушку убил, и в тюрьму сядет ещё. Будете читать Евангелие, ваша жизнь будет совсем другой. Попробуйте. Поэтому после встречи молодые люди подходили к батюшке со советом. В молодом возрасте всегда столько вопросов. Зачем я пришёл в этот мир? Что было до меня? А зачем я живу? И что будет после, когда я уйду из этого мира? В чём смысл моей жизни? И только Евангелие может дать ответы на них. После встречи руководство и актив студенческого совета провели ознакомительную экскурсию по классам. Техникум стал участником федерального проекта «Профессионалитет», ориентированного на квалифицированную подготовку молодёжи по наиболее востребованным профессиям и специальностям. А главное, что учащиеся получают здесь технические профессии в сфере сельского хозяйства, учатся на слесаря, механика, монтажника, а также в сфере услуг на парикмахеров, кулинаров и многим другим профессиям. Классы оснащены новым современным оборудованием и компьютерными программами, а студенты имеют возможность проходить практику с лучшими профессионалами отрасли и получать ценный опыт. «Молодость ищет смыслы, и Евангелие открывает настоящие глубокие смыслы. Молодость – это смелость, и жизнь по-христиански – это большая смелость. Молодость ищет любви и желает её дарить окружающим, и Евангелие расскажет о любви больше, чем где бы то ни было, потому что Бог есть любовь». «Действительно почувствую, что камень с души скатится, и на душе легко, легко. Вот это самое важное. И вот с этого, да, начинается весь духовный пульс покаяния. Все знаете о чем? Да. Давайте то, что знаем. Споем. «Отче наш, ты живи на небесе, да святится имя Твое, да прийдет в царстве Твое». Пожелаем ребятам не только приобрести трудовые навыки и любимую профессию, но и понять, что жизнь напрямую зависит от состояния души, дай Бог, чтобы души их были чистые и жизнь чистая, а в центре их жизни оставался Христос. «Христос пособи нас!» «И есть и будет!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова